Как вас зовут, девушка? Вас должен быть бейтинг на рабочем месте. Девушка, как вас зовут? А вы охрану вызвали, да? Или полицию? Вы только сразу уточняйте, потому что охрана не решает никаких вопросов. Девушка, у вас маска с носика спала. Девушка, поднимите масочку. Вы не реагируете на замечания? Ну, вы считаете, что должно реагировать на ваши требования? Разрешите, я тоже возьму салатик. Так, салат мне понравился. Какой у него срок годности? Когда он изготовлен? Это я бы мне со слов поверить, или как? У меня что-то живот распалился, девушка. Мне кажется, вашим салатом я отравился. Вам не хочется мне принести извинения за некачественный салат? Куда вы убежали? Вас не будут отслуживать до приезда полиции, так что можете посидеть и отдохнуть. Серьезно, что ли? Да. Масочку наносит на степи. О, молодец. Ваши действия? Уничтожаю, я выбрал наряд полиции, сначала полицию. Ну, а вы еще будете меня задерживать, силу применять? Не будете? В скором случае всего. Не держу полу. Смотрите, я ничего противоправного не совершаю. Я взял салатик в открытом доступе, поел, ничего как бы не сделал, предъявил на оплату. Деньги не берут, вы слышали, да? Отказываются обслуживать. Я могу даже оставить им свои персональные данные. Я думаю, они не секрет, я могу вам свой паспорт показать. Да мне того нет. Я так к тому, чтобы мне тут не препятствовали, не превышали полномочия частного охранника, и меня отпустили заниматься своими делами. Вы же не будете меня препятствовать? Подождем сотрудника полиции. Нет, я не хочу ждать. Мы будем ждать сотрудника полиции. Нет, вы ждите. Нет, вы до прибытия сотрудника полиции никуда не уйдете. Это как что? Как угроза ли это просто? Просто ждем сотрудника полиции. Ну, вы ждите. Я вам персональные данные сейчас оставлю, паспорт покажу. Мне не надо паспорт, Паш. Я не законно представитель. Нет. Так вы будете ко мне силу применять, да? Сейчас я буду физически уходить. Нет. В смысле, я буду... Я имею право на свободу передвижения, правильно? Конечно, каждый раз за ним. Ну, так, а вы будете препятствовать этому, да? Ну, вы готовы, да? Ко мне силу применять. Нет, серьезно. Я не буду отвечать на глупые вопросы с вашей стороны. Глупые? Вы хотите меня что, оскорбить этим? Я вас никак не хотел сказать. Так, а в чем они глупые? Я же не хочу с вами общаться. С одной стороны, это более разумный выход для вас. Не общаться. Ну, просто дело в том, что придется общаться. Если вы будете ко мне применять какую-то физическую силу, вы обязаны мне заранее предупредить об этом. Конечно. Будете предупреждать или нет? Или еще и пока не решили, будете применять силу или нет? А зачем мне применять физическую силу? Я не знаю. Ну, вы меня будете не выпускать, я так понял, правильно? Ну, спасибо. Вы взяли на себя функцию правоохранительных органов. Нет. По задержанию, да? У вас нет таких полномочий задерживать? У нас есть такие полномочия. Нет у вас таких полномочий. Я все совершил. А вы суд? Вы суд? Вы решили, что я что-то совершил? По поводу денег. Какие варианты оплаты у вас существуют? И как вы хотите оплатить? Как наличные? У нас только в стране существуют два варианта оплаты. Наличный и безналичный расчет. Безналичным я не могу, я могу наличным. А это имеется в виду в том числе с применением платежных систем. Вы знаете сумму? Конечно, знаю. Ноль рублей, ноль копеек. Я вам открою секрет. Потому что мне продали некачественный товар. Я сейчас им не выдвигаю претензии. По тому, что я съел отравленный салат, у меня уже живот болит. Понимаете? Живот болит. Когда этот салат был изготовлен? Неизвестно. Маркировки нет. Ну как нет? Вот люди сейчас будут есть этот салат и травануться. Вы понимаете, что вы нарабатываете каким образом себе репутацию? Я уже какую нужную репутацию на работу? Не переживайте. И нового человека, чем человека, который действительно пытается решить какую-то проблему. Это я уже сам решаю, что мне и как делать. Я могу быть и хорошим, и плохим. Я вам открою секрет. Сейчас я на данный момент плохой. Хорошо. Но вы не будете заплатить. Для кого? В смысле я не буду? Вы меня не слышите, что ли? Вот такое ощущение, что вы либо... Я просто запутался. Я знаю, что вы не уколоты, но у меня такое ощущение, что вы один из уколотых. Понимаете? Я вам говорю одно, а вы мне говорите другое. Я просто запутался. Давайте я вас распутаю. Я хочу и требую, чтобы вы мне взяли оплату за булочку. Салат я оплачивать не буду, потому что он мне не понравился. Я хотел узнать информацию по салату, но не узнал. Если у вас есть претензии к администрации по поводу продукции и подобное, то зафиксируйте. Ну, я не обязан этого делать. В данную секунду и здесь. Я это сделаю потом, когда проконсультируюсь с юристами. Обращусь в соответствующую медицинскую учреждение. Изучать будем кал мой на предмет, что я съел сегодня. Хорошо. Когда разрешите, я постараюсь разрешить эту конфликтную ситуацию, да? Вы подождите? Вы разрешаете? Нет, я не буду ждать. Я уже... Мы уже идем? Мы уже устали, да. Устали, да? Да. Я говорю, я могу вам паспорт показать. Я вам более того скажу, что это сотрудники полиции все данные знают. При вашем коллеге, ну, у меня под видеозапись, они отказались принять оплату. Что мне еще нужно? Только бабочку ставить. Что сделать? Про салат я вам пояснил. На видео зафиксировал, что не имеется никакой маркировки. Я вам до этого без видеокамеры объяснял, какие нарушения в данном... Но зачем вы тогда сели весь салат? Вы могли бы... Ну, я вот эксперименты над собой, знаете, вот. Раньше врачи, там, ученые на себе все время делали эксперименты, там, вот. А сейчас у нас, как бы, вакцины, допустим, на людях испытывают. Я вам хочу просто на видео показать все особенности ваших действий, которые... Покажете, обязательно покажете. Давайте только не сегодня, хорошо? Если бы это было пол салата, или бы хотя бы... Да хоть сколько салата. Или хотя бы одна ложка салата. Да хоть сколько. Салат, мы готовы покупать салат. Пусть мы салатом. Сергей, давайте я вам паспорт покажу. Вы будете, а? Что говорите? Я говорю, пусть они приедут за салатом. Там же предоставят счет. Не вопрос. Они даже счет. Смотри, Татьяна, я покупателем буду за салат. Я буду сам отвечать и здесь остальное. Кофе, к сожалению, мы не попили, да. Я считаю, что в качестве морального ущерба этого будет достаточно. Обснимается абсолютно из-за этого видео. И полностью... Сергей, ладно, давайте уже закончим эту тему. Татьяна, пойдемте уже. Вы, на всякий случай, телефон не выключайте. Потому что мало ли, Сергей, на счет силы ты имеешь. Я думал, он этого не будет делать. Возможно. Возможно. Сергей, давайте я вам паспорт свой покажу. И мы как бы на этом закончим нашу беседу. Хорошо? Сейчас. Извините, я проконсультируюсь администрацией. Хорошо. Хорошо. На себе провел эксперимент. Да, вот завтра проверим. Или там через несколько часов встанет мне плохо или нет. Так, ну, вам же сейчас встало плохо, лучше сказать. Ну, я пока еще себя в обморок не паду. Скору не вызываю. А вы хотите со мной подискуссировать? Ну, смотрите, мы разрешили эту ситуацию. Да? В этом что мы? Как вы предполагали. Как? Ну, для того, чтобы вы были довольны. Ну, мы всегда довольны. Особенно я, я всегда довольный. То есть мы выписываем счеты, в заведении выписываем счеты, да? А вы... Что еще раз делаете? Счет. Давайте, пускай они предоставляют чек, все как положено. Да, хорошо. А дальше я уже вам объясню. Я возьму ручку, листочек, напишу претензию, возможно. А может быть, не напишу. Ну, для этого мне нужно действие с их стороны, понимаете? А ты готовишься? А, ну, пускай готовишься. Мы же не только что-то предотвращаем женщинство, да? И общественный порядок. А я общественный порядок не нарушаю. Ну, например, мы находимся в общественном месте, можем повышать голос, понимание. Могу, да? Могу повышать. Ну, это не очень культурно, так скажем. А я, может быть, некультурный. У нас, слава богу, нету статьи за некультурность. Я ни цензурной бранью не выражаюсь. Гражданам не пристаю, как некоторые. Вот на данный момент я расценю, что вы ко мне пристаете, понимаете? Выполняя функцию переговорщика между мной и руководством этого магазина. Но если вы хотите, то вы можете это протестовать с каким-то образом. Да нет, у меня есть право на самозащиту, на самооборону. Самозащита – это 14-я статья Гражданского кодекса. Хорошо. Самооборона – там, 37-я или 39-я статья Уголовного парциального кодекса. Я точно не помню. Просто ни разу еще не пользовался, не приходилось ломать кому-то челюсти и тому подобное. Но если потребуется, я это сделаю. Даже не остановлюсь, даже не екну, понимаете? И меня не остановит ничего. Я тоже надеюсь, что вы, Сергей, разумный человек, тем более мы с вами без видео общались. Я думаю, что вы не будете превышать свою полномочия сейчас нового охранника. Под статью себе подставлять не будете. Тем более ваш молодой коллега. А можно руководителя? У меня претензия по товару, который мне продали. Здравствуйте, вы руководитель, да? Я же на полицию. Там будем разговаривать. Вы будете общаться, нет? С вами нет. У меня претензия к вам по качеству товара. У меня нет к вам претензий. Так у вас и не может быть ко мне претензий. Я буду общаться с вами. Позовите эту женщину. Просто она не представилась, кто она такая хамоватого вида и общения. Господи, я глухая не мая, что ли? Или что с тобой, девушка? Я не имею права с вами общаться без масок. А, не имеете права, у вас что, все? Рабы здесь работают. Никто ко мне не выходит. Конфлик исчерпан, я думаю. В юридическом поле. Да, в юридическом поле. Все, Татьяна, пойдемте. Ну, давайте, пускай женщина выскажется, потом я скажу. Я вас понимаю, вы написали заявление на данного человека? Вот я хочу написать заявление. Да, как это сделать? Просто важно. Потому что охрана, она будет заниматься. Ну, охрана-то там. Денис, зайдем тогда, человек. Да, я хочу написать заявление. Тогда мы сейчас тоже напишем заявление на реализацию уникальственной продукции. Я с вами не разговариваю. У вас что-то случилось, расскажи. Смотрите, неадекватный работник магазина, руководитель, который должен решать конфликтные ситуации с покупателями, а наоборот обостряет. Что случилось-то конкретно? Приобрел товар у них. И все? Некачественный. Что за товар? Салатик и булочку. Заявление писать будете? Да. Пойдемте. Пойдемте. Девушка, это вы мне, да, отказали? Вот теперь смотрите, чем заканчивается для вашего заведения. Это угроза или что? Нет, это констатация факта. Чем все надо заканчивать? Сейчас будем вас оформлять. За реализацию уникальственной продукции. Хорошо. Заявление ваше передам. Да. В нем вы сказали. Вопросы поднимали по столу еще? Нет, нет. Спасибо большое. Сегодня вам пятерку с плюсом. Салаты неизвестно, когда были приготовлены, когда были заправлены майонезом. Вообще я съел салатик и чуть не отравился. А когда вы ели его? А вот минут 30 назад. Да, вы, ну, вы знаете, не то, что вы говорите глупости, потому что вы сидели уже 2 часа. Возможно. 2 часа назад съели. Да. Их качественный. Вам повезло. А их качественный и хороший вкусный салат. Вам повезло, а мне не понравилось. Вы решили всем испортить настроение? Я пытаюсь донести до руководства этого заведения, что нельзя понуждать людей надевать намордники. Понимаете? Что значит надевать намордники? Вы что говорите такое? Так, а что я говорю? А вы неправильно говорите. Неправильно говорю? Да, вы не понимаете. А почему вы тогда масочку себе на нос не одели? Вы глубоко ошибочно понимаете и воспроизводите. Серьезно? Это предусмотрено всеми постановлениями. Всеми? А читали хотя бы одно? Не надо меня оскорблять, ненамордник. Вы свой намордник только что сняли. Женщина, а почему вы свой ненамордник носите... Маска. Маска. Для всех это маска. Для меня это намордник. Для вас? Я воспринимаю ситуацию немножечко иначе. Вы наступили воспитательный салат. Вы не одените. Зачем вам нужно? А вы что сняли? Что вас не штрафовали? Да, что не штрафовали. Вот видите. То есть это не связано с вашим здоровьем. Это связано с опасностью получить штраф, правильно? А у вас вот эта выходка с чем связана? С вашим маразматическим воспитанием? Жаль, что здесь нет милиции. Да, но только что здесь была. Да, да, да. Как видите, у них замечаний ко мне нету, слава богу. Как всегда. Масочку на ротик. Закрой себе масочку ротиком, хорошо? Ты мне говоришь. А ты мне говоришь? А почему вы дыкаете? Она посетитель этого кафе и также имеет право. Она имеет право доделать мне замечания. Конечно. Вы же делаете всем замечания. Серьезно? Вы здесь решили порисоваться. Так вот баш на баш. Все остались довольны. А теперь начали хамить. Где я хамлю? Вы что? Может быть я только максимум громко разговариваю и все. Вы только что оскорбили женщину. Каким образом? Вы не знаете, что такое оскорбление. Телефон, вы нарушаете права здесь сидящим. Конечно. Конечно. Абсолютно верно. Девушка, я вам советую ко мне близко не подходить. Иначе можно получить. В целях самообороны. Вы большие. Да, да. Не, ну она руку протягивает к моему камере. Я ничьи права не нарушаю, женщина. Запрещена. Женщина, я ничьи права не нарушаю. Вот видите. Вот этот клоун. А потом говорят, что я кого-то оскорбляю. Меня тут клоуна называют. А люди проводят время. А люди снимут? Да. Так, естественно, заснимут. И вас я засниму, да. Вы не решили снимать людей или нет? Да, есть показать? Иди сюда. Иди сюда, я тебе покажу. Мы не довольны. Иди сюда. Да, иди. Ну ей разрешение нужно показать, я покажу. Вы сначала маску оденьте. Вы вообще в том месте находитесь. А ты трусы сними. А? Трусы сними, говорю. Вот видишь, какой ты хамка. Ну так ты тоже хамка. А почему я? Ты кто такая мне указывает, что мне одеть? На мордик на нос на цепи и рот закрой. Вот. Еще давай покажи. Еще покажи. Да. Засняла? Будешь на ночь смотреть теперь и возбуждаться. Чечело огородное. Да? Чечело огородное. Да я нормально со всеми разговариваю. Абсолютно. А кто бросается на меня как псины, с тем я разговариваю таким образом. Смотри, обслуживают без маски. Только надо воротничок натянуть. Воротник свитера. Это вот какое унижение люди испытывают, чтобы купить булочку или что он там покупает. Это какой-то кошмар. Это издевательство над людьми. Остановила вены, стала вызывать тебя. Да, да, да. Да, да, да. Женщина, вы там главное покажите, как вы меня оскорбляете. Я вам предлагаю под видеозапись принести извинения за некачественный товар потенциальным покупателям. Передо мной не надо извиняться. Я как бы не буду вас от этого просить. Принесите извинения данным сотрудникам, которым вы сегодня испортили вечер. Кассир готова передо мной извиниться за незаконные требования и попытку меня унизить? Она вас не унижала. Я это расценил как унижение. Вы как руководитель, вы лицо фирмы. Откуда вы знаете руководителя или нет? Откуда вы знаете? Ну я предполагаю. Вы предполагаете? Ну хозяин, возможно, это нет? Ну вы откуда знаете? Предполагаю. Вы себя так ведете, как хозяйка. Не важно. Ну может быть я ошибаюсь. Может быть я тот же посетитель, который... Может быть я ошибаюсь. Ладно. Ну я думаю, что зрители оценят ваши отношения. Не вопрос. И скажут, кто вы. Я также читаю комментарии, я вижу, как зрители оценят вашу положение. Короче, я предложил нормально решить вопрос. Не хотят, придется ждать участкового. Открывают следы правонарушения. Я не против Бога. Отдайте, поставьте, отдайте. Да. Ради Бога, закрывайте кассы, закрывайте кассы. У вас был шанс решить это все мирно? А раз уже пришел участковый, тогда уже не надо все это прятать. А в этих бутылочках вообще что? Не знаю. Написано S. Что такое? Не знаю. Что-то пахнет чем-то. Не знаю. А в это наверное... Ааааа! Ааа! Аааа! Субтитры создавал DimaTorzok